Помолим, Отец наш Небесный, благослови этот урок, и мы ожидаем от тебя, что ты поговоришь с нами сегодня, и зажжешь наши сердца, слава тебе, огнем, огнем Духа Святого, огнем по миссиям, по народам, по странам, по городам. Аллилуйя, слава тебе, Иисус, спасибо тебе за те истории, которые мы изучаем, спасибо, Господь, за твоих людей, спасибо тебе за драгоценных миссионеров. Молимся во имя Иисуса Христа, аминь. У нас есть доклад об Эми Кармайкл, сделаем Геннелли мы сейчас, да? Давайте послушаем. Пока делаю презентацию, хочу спросить у вас, кто знаком с Индией, вообще с такой страной, что она есть, и что у нее есть кастовая система? Все, наверное, да? Кастовая система. Кастовая система, как делится кастовая система, там пять ступеней, и самое низшее, это неприкасаемые, это те люди, которых вовсе из-за людей-то не считают. Но есть, как бы, разделение в этой касте, оно не только по тому, в какой семье ты родился, но еще и по цвету кожи. Так вот, самая наивысшая каста Брахмы, их жизнь, хотя они и самая наивысшая каста, на самом деле не такая уж и радужная, и такая счастливая. Каждая ступень этой касты на самом деле страдает. И я хочу вам рассказать о невероятной истории Эмми Кармайкл. Когда я читала ее биографию, я думала о том, неужели это действительно настоящий человек, и это действительно с ней произошло. Итак, Эмми Уилсон Кармайкл родилась в 1867 году в Ирландии, а умерла в 1951 году в Индии. Математику за вас уже сделали, она прожила 84 года, и переехала она в Индию в качестве миссионерки в 1895 году. До этого она уже много и хорошо служила в Шотландии, в Англии и даже в Японии, но главным делом ее жизни стало спасение маловинных детей от физической и нравственной гибели, угрожавшей им со стороны индуистских храмов и обычаев. С этой целью в 1901 году было основано сообщество Донавур, которое основала Эмми Кармайкл, и оно стало родным домом и местом христианского воспитания для сотен маленьких детей из района Тинавели в Южной Индии. Это сообщество живет и действует и сейчас, и спустя уже 100 лет после своего основания, более чем 100 лет после своего основания. И неудивительно, потому что с самого начала Эмми Кармайкл и ее друзья стремились делать так, чтобы его главным основанием всегда была колгофская любовь. Пожалуйста, следующий слайд. Детство, обращение, призыв. Эмми Кармайкл родилась 16 декабря в Северной Ирландии, в деревне Миллайн на самом берегу Ирландского моря. Милл – это мельницы, айл – это остров. Так вот, она была старше из семи детей. Семья Кармайкл владела мукомольными мельницами, которые обеспечивали работой многих жителей деревни. Часть своей прибыли Дэвид, отец Эмми и его брат Уильям потратили на то, чтобы построить селение школы, организовать вечерние занятия для своих рабочих и воскресные вечера проводить инвестиционные служения. И еще ребенком Эмми научилась любить звуки и вечно меняющиеся краски моря, любить цветы и все живое. Но также Эмми была и бунтаркой, и предводительницей всевозможных в проказ. Как вполне безобидных, так и не очень. Однажды, качаясь вместе с братьями на садовых воротах, она взглянула на растущий рядом ракетник и вспомнила, что его бобы ядовитые. И подумала, вернее сказала, давайте посмотрим, сколько бобов нужно съесть, чтобы умереть. Мальчики с энтузиазмом согласились, все трое наелись до отвала, но, к счастью, их вовремя обнаружила мама и тут же напичкала лекарством, от которого съедутые бобы, и немедленно изверглись обратно. Очень интересный факт из ее жизни. Когда Эмми было три года, она решила усердно молиться о том, чтобы ее карие глаза превратились в голубые. Ведь голубой был ее любимый цвет. В тот вечер она заснула при исполненной уверенности, ведь мама говорила, что бог всегда отвечает на молитвы. Утром она подбежала к зеркалу и, ничуть не сомневаясь, что произошло чудо, увидела, что бог, который видел ее жизнь на долгие годы вперед и уже знал о ее будущих приключениях в неизвестной никому Индии, ответил на молитву самым наилучшим для Эмми образом. Он сказал «нет». Следующий слайд. И еще раз. Дальше будут принципы, которые из ее биографии я выделила. И так один из них в некоторых случаях наилучшим ответом бога на молитву будет «нет». Родившись в христианской семье, воспитываясь на двухчасовых церковных службах, длинных молитвных собраниях и строгой домашней атмосфере, где по воскресеньям разрешалось только петь взауны, Эмми крепко верила в бога. Но кроме веры в ней жила еще и бунтарская воля, протестующая против любой формальной религии, которая никак не помогает человеку научиться любить Всевышнего Отца и быть его чадом. Когда ее уже в Индии приходилось бороться в одиночку, ее христианская жизнь была предельно простой и свободной от каких-либо пут. Просто дитя, уповающее на небесного Отца. В 1880 году, когда Эмми исполнилась 11 лет, ее послали учиться в Веслянскую методистскую школу в Йоркшире. Когда ей было 13, какой-то заезжий проповедник обратился в той же школе с речью к собравшимся ученицам и в конце попросил их склонить голову и тихонько пропеть «Иисус любит меня». И когда после этого в зале воцарилась тишина, в сердце Эмми вдруг произошло что-то совершенно новое. Она всегда знала ее в Ангеле, но сейчас Бог внезапно обратился лично к ней. Она попросила Господа Иисуса войти в ее жизнь. То есть это было в 13 лет. В 1885 году умирает ее отец. Эмми пришлось во всем помогать матери, и она стала почти второй мамой для своих младших братьев и сестер. В 17 лет она ревностно кинулась в служение Богу, посещала больных, проводила детские собрания, по вечерам занималась грамотой с жителями трущоб, организовала утреннее молитвенное служение, основала молитвенную группу среди школьниц и стала добровольным сотрудником Христианской ассоциации молодых женщин. В 1886 году она организовала служение внутри церкви для рабочих девушек из местной фабрики. Она посещала их в трущобах и собирала средства на помощь им. Затем в 21 год ей предлагают переехать в Манчестер, чтобы начать там работу с фабричными девушками. Эмми соглашается, они вместе с матерью отправляются туда. И случилось так, что они потеряли все деньги, оставшиеся после отца. Эмми жила в гнилых трущобах, она снимала грязную комнатушку на стенах, которые постоянно копошились насекомые, питалась она в основном апельсинами и помидорами. Так, и вот еще интересная история из ее жизни. Однажды на улице ее окружила шайка нехорошо умыляющихся мужчин. И от их посягательств ее спасло лишь то, что из соседнего дома вдруг выбежала женщина и втянула Эмми вовнутрь. Но дверь в ее дом висела на ветхих сломанных петлях, и только белая простыня, насквих повешенная у входа, отделяла Эмми от опасности. Только лишь простыня. Но эта простыня была ничуть не менее прочной, чем каменная стена в 10 метров толщиной, ибо Эмми была окружена небесной защитой. Эмми с головой окунулась в манчестерское служение, и там ей пришлось усвоить крепкий урок, о котором позднее она написала, как секрет продолжительного служения в том, чтобы вовремя и хорошо отдыхать. Почему она об этом узнала? Потому что в те годы она полагала, что можно обходиться без сна, и не обращала внимания на то, что и как она ест. В результате Эмми подорвала здоровье настолько, что ей пришлось полностью оставить всякую работу. И тогда, в это время, 60-летний джентльмен Роберт Уилсон, он овдолел и потерял единственную дочь. И как бы из отцовских побуждений приглашает Эмми жить у него, в его поместье, и помогать ему в делах. Она ему помогает в делах, и там она тоже получает многие уроки, например, как уметь молчать, и уметь хранить тайны, потому что он был человеком, он был проповедником, основателем, одним из основателей и проповедников Кеслинской конвенции. И многие тайны, ну, личные проблемы людей были ей известны, потому что она нового работала. Итак, и однажды в конвенции проповедовал Дуайт Моуди, и после служения он вместе с мистером Уилсоном и Эмми пешком отправился домой. Вдруг великий проповедник остановился на полусловии, и он повторил текст, о котором только что сказал. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». «Надо же, раньше я никогда не замечал», — сказал он. «О, Господи, что за любовь, Божья любовь!» И слезы катились по его щекам, и Эмми навсегда запомнила и эту духовную истину. «Все мое твое». Она еще больше поверила в то, что Бог знает обо всех ее нуждах, еще до того, как она просит Его о помощи и хочет давать все необходимое по вере, по вере и никаким иным образом. Она, находясь там, она молилась за то, чтобы Бог забрал у нее непрекращающиеся мысли о тысячах душ, которые ежедневно умирают без Христа. Но вместо этого Господь однажды проговорил к ней в 1892 году и сказал «Приди, помоги нам». И она поняла, что это тот самый призыв. Она остро чувствовала, что своим отъездом, как кинжалом, пронзает сердце дорогого ей и уже совсем пожилого человека, который стал ей вторым отцом. Эми – девушка с хрупким здоровьем, страдающая от невралгии и головной боли, единственная поддержка своей матери, вдовы в семью, детьми. Эта девушка, которая меньше всего была способна стать миссионером, первопроходцем в языческой семье, услышала Божий призыв. Господь избирает самых незаметных и чудаковатых, самых непригодных и незначительных. Эми считала себя именно такой. Она пишет письмо матери, и мать храбро отвечает ей «Поезжай». Отвечает ей «Поезжай», и ее мучают угрызения совести и также то, что люди вокруг осуждают ее за то, что она бросает мистера Уилсона. Но спустя много лет она понимает, что христианин не должен удивляться, если его неверно понимают. И в конце концов, Христос тоже пострадал от этого же. В 1988 году организован Кесминский миссионерский комитет, и Эми становится его первой миссионеркой. Она хотела подать заявление в китайскую христианскую миссию, но ее не допустили по состоянию здоровья. Она проходит год, и появляется возможность служить в Японии, куда она и отправляется. И трудится там на протяжении 15 месяцев, но в итоге она сваливается от истощения головного мозга, лихорадки и острой боли. Она в мучениях спрашивала себя, неужели это была ошибка, и насколько больше она могла бы сделать в это время у себя дома. То есть она начала очень переживать из-за того, что она неправильно поняла Божьи призы. Но так начинается ее миссия в Индию. В ноябре 1995 года больная, упавшая духом и полная сомнений, Эми Кармайкова приезжает в Мадрас. Ей было 28 лет. За плечами у нее было явное призвание к миссионерской работе. В Мадрасе располагалось общество христианской литературы. Эми пробыла там некоторое время, и затем она отправляется в Бангалор, где климат и обстановка, по сообщению подруги и медсестры, были просто чудесными. По дороге туда она подхватывает лихорадку Денге, которую называют Костелоной. Потому что, во-первых, страдающие испытывают дикие боли, а во-вторых, побочное действие – это серьезная депрессия. Она пребывает с температурой 39 градусов и ощущает себя, как будто изъеденной червями. Но через неделю ее оставили на ноги. И в Бангалоре церковь была очень активной. Активной в том смысле, что христиане посещали церковь, принимали таинства, платили десятину. Индийцы вправду любили собираться вместе по любому поводу. Они послушно стекались на собрания, затягивавшиеся порой на многие часы, а потом возвращались домой, не изменившись ни на йоту. И миссионеров ничего не беспокоил тот факт, что за целый год ни один человек из индусов не обратился к вере во Христа. Но Эмми это беспокоило. Она страдала во время дружеского общения миссионеров, когда женщины мирно вышивали, слушая очередную лекцию. И тогда, значит, в то время она получает письма из дома, и она понимает, что ей даже не с кем поделиться о том, что у нее такая радость. И она ощущает полное изночество. И еще один принцип она в жизни усваивает, что в ее памяти всплывает стих уповающего на меня, не оставивого век. То есть ее одиночество, оно было неполным одиночеством, потому что с ней был ее самый главный друг, и любовь всей ее жизни — это Иисус. От того, что она от скуки не знала, куда себя деть, иногда у нее случались странные вспышки, поведения странные, непонятные. И однажды она ушла прокатиться на пони, и увидела, что проезжает карета губернатора, и это был представитель английской королевы, и, в общем, она его обгоняет на полном ходу, у нее там волосы растрепали, все дела, и прямо перед его каретой она резко тормозит. В этот момент миссионеры, другие ее замечают, и, конечно, она ловит эти взгляды, но один из старших, чувствуя над ней власть, дал ей крепкий нагоняй, не стесняясь в резких, ядовитых, очень исправильных выражениях. Горячий ирландский нрав Эми уже готов был вырваться наружу, но кто-то положил на нее свою руку, сдерживающую, и сказал, пусть для тебя это будет возможностью умереть. И эти слова дали ей свободу от прежней себя, и открыли дверь к духовному росту. Она после этого узнает, что тамильский лучше изучать, астальминский язык, который она пыталась изучить, лучше изучать на юге страны, где жители говорят только на этом языке, и она поселилась в семье преподобного Томаса Уокера. И в утро переезда она прочитала в Библии вот такой стих «Сам я пойду пред тобой и веду тебя в покой». Затем вместе с дочерью пастора и несколькими обращенными индийскими девушками Эми начала ездить по крестам местам, проповедуя Евангелие. Индийцы прозвали их «звездной гроздью», ибо видели исходящие от них искренность и свет. И члены этой небольшой грозди ничего не получали за свой труд, но уповали на то, что Бог сам даст им все, что им нужно. Без чего я могла бы обойтись, чтобы иметь возможность отдать больше, спрашивала каждая из них себя. Потом есть история о том, как Эми в своем белом длинном платье и широкополой соломенной шляпе пришла в деревню, и местное население очень испугалось детям ее окружения, и начали называть ее великаном, мужчиной, еще кем-то. В общем, они начали каким-то чудищем ее называть, и ей пришлось объяснить, что она просто человек, она белая, и она поняла, что разумнее будет переодеваться в местную одежду. Как жили местные? Деревня состояла из хаток с одной или двумя комнатами, в которых не было никакой мебели, кроме постелок для спальни и сундука для зерна. Хатки были покрыты либо пальмовыми листьями, либо тростником, либо глиняной черепицей, стены сделаны из бамбука и обмазаны глиной, а пол утоптанная земля, либо сухой навоз. Купались и стирали в деревенском водоеме, в ручье или в колодце. Мужчины носили кусок ткани, облегающей бедра и проходящей между ногами. Женщины носили и сари. И драгоценности на щиколотках, запястьях, на груди, руках, ушах и на пальцах провозглашали всему миру богатство и положение их семей. То есть в дальнейшем, я не успею об этом сказать, но для индусок единственной их ценностью было золото фамилиное. И все это золото они навешивали на себя. И чем больше на тебе золота, тем больше честь твоего мужа, твоего рода, твоей семьи. И впоследствии последователи Эми откажутся от этого. И это будет огромным шагом для них, шагом веры, потому что за это многим из девушек отцы их и мужья обещают, что они их убьют. Но они шли на это, потому что они таким образом хотели показать, что они отказываются от вот этих суеверий, традиций и всего такого. Итак, Индия – страна драгоценностей. В крестьянской церкви Панай-Вилай был один диагон из местных жителей. Был диагон один из местных жителей, и его сын женился на прелестной 19-летней девушке по имени Панамал. Когда этот сын внезапно умер, молоденькую вдову объявили виновницей в этой трагедии. Настолько сильны были народные суеверия, все еще сковывающие умы индийцев, христиан, родственников ее умершего мужа. Панамал жила вместе с ними, ей не разрешали причесываться, умываться, а единственным престольным одеянием для вдовы считались грязные обноски. Она стала козлом отпущения в своем собственном доме. То есть, слава Богу, ее хотя бы не сжигали, как должны были других индийцев религиозно сжигать. Ей позволили просто существовать. Ради того, чтобы соблюсти приличие, однако, родственники позволили ей ходить в церковь. Там Панамал и услышала проповедь, пронизившую ей сердце, безраздельно верила в себя тому, кто мог исцелить ее и простить, и вернуть смысл в ее жизнь. Каким-то чудом родные разрешили ей уехать от них и жить отдельно, ибо кому нужна женщина со своими прошлыми грехами, принесшая смерть их сыну? Это верующие так считали. Так Панамал присоединилась к Эмми и к звездной грозди в их работе. Надо сказать, что Панамал была одной из самых надежных и самых нужных помощниц для Эми Кармайкл. И она очень ценила ее труд, и Панамал действительно, ну, она от всего отказалась ради того, чтобы быть, служить Иисусу. По словам Эми, те два года путешествий были драгоценными алмазами, алмазами, которые не могло замутить время. О таких драгоценностях, маленьких, беспомощных алмазах и жемчужинах, принадлежавших индийским храмам, Эми еще тогда ничего не знала. «Я довольна и точно знаю, что место моего призвания — это Южная Индия», — написала тогда Эми в своей Библии. Ее искания закончились. Индия стала тем рудником, которому привел ее Бог, и каждая душа была драгоценна, но Эми еще предстояло узнать, что самые крошечные, самые хрупкие камни скрываются на самой большой глубине. Следующий слайд. «Как Эми узнает о храмовых детях? Ей было пять лет, и она хотела к маме. Хорошенькая, светлохожая, скопной черных, кучерявых волос. Она принадлежала к высокой касте и жила в доме служительницы храма. Прямо напротив той могущественной твердыни, чьи резные тяжелые двери стали вратами ада для сотен детей. У девочки были огромные, совершенно круглые глаза, похожие на жемчуг, которые можно найти только на самой глубине моря. Ее и назвали «жемчужиной». Храм находился в деревне Перинкулам, поклоняющейся Богу по имени Перумал. Спрятанные за крепко запертыми дверями, жемчужине приносили книжки с гнусными, развратными картинками, а когда она отталкивала их от себя, служительница храма колотила ее палкой по пухленьким плечикам. Но ей было всего пять лет, и она хотела домой к своей маме, и это было в 20 милях от храма. И однажды она, она много раз принимала попытки сбежать, но однажды ей удалось это сделать, но мама так боялась, что боги проклянут ее, что она не смогла ее сохранить дома, хотя знала о тех страданиях, которые испытывает девочка. Но считалось в Индии, что на самом деле, если ты отдаешь своего ребенка в храм, то, во-первых, благословение на твоей семье, а во-вторых, эта девочка, она просто вот купается просто в счастье, потому что быть женой бога это вообще самое замечательное, что на самом деле это ночные танцы до упаду, всякие ритуальные, и после этого еще и служить мужчинам, которые приходят в храм. Итак, кричит на нее служительница храма, неблагодарная, разве прислужившие богам бегают по улицам? В общем, это был не первый случай непослушания, ее возвратили во двор, накалили на огне железный пруд, прижигали этим прудом тыльные стороны маленьких детских ручек, и в общем, маленькая жемчужина в то время просто плакала, жемчужина много раз пыталась бежать, и один раз уже в семь лет служительница храма ей говорит, тебе надо просто поскорее, тебя надо поскорее выдать замуж за одного из богов. И она в самом диком кошмаре еще даже не могла себе представить, что это, но ей было очень страшно, и тогда она побежала в комнату к этому богу и молила его о том, чтобы ей поскорее умереть. Это было всего семь лет ребенку. Итак, теперь она прибегает к Элли. Меня зовут жемчужина, и я убежала и пришла к тебе, и останусь с тобой навсегда. Служительница богов меня не любит, моя мама тоже меня не любит, никто меня не любит. С этими обезоруживающими словами девочка восьмилет вскарабкалась к Эмме на колени. Эмме была, ну, она была в недоумении, в изумлении, и увидела, что там женщина пожилая стояла с ней. Оказывается, эта женщина довела ее до места, хотя она не знала, что Эмме дома, и собиралась ее уже отвезти в храм. И девочка сказала, я искала миссий Аман. Миссия — это уменьшительно-ласкательная форма от мисс, а Аман — это по-тамильски мама. И среди детей той местности считалось, что вот эта Эмми, что миссия Аман, она является матерью, которая заботится о всех и помогает всем. И, в общем, Эмми дала ей какую-то игрушку, и занятая своей новой игрушкой, жемчужина в безумолку болтала. Она рассказывала Эмме про все, что делали с нею в храме, про такие вещи, о которых чернело солнце, и день превращался в темную ночь. И девочка еще и все и показывала на своей кукле. Это было 7 марта 901 года. То есть, Эмми приезжает в Индию в 95-м, 901-м, она встречает жемчужину и первый раз слышит о том, что творится в Индии с этими храмами и с детьми. У меня есть свидетельство, но я скажу лишь одно свидетельство про девочку. Ее звали Олененок. Ее не собирались продавать храм, ей было 8 лет, и родители ей разрешили пожить в Донаву. И через несколько лет она стала одной из самых надежных помощниц в малышовых яслях у Эмми. Эмми нужно было по делу отлучиться. И в это время приезжает дядя Олененка, и он был колдуном. И он подал ей жестяную коробочку вместе с запиской, в которой велел девочке потереть ладонью крышку. Она мало что понимала о том, как действуют оккультные чары, ничего не знала о силе сатаны, поэтому сделала, как ей велели. И после этого девочка впала в транс. Ее забрали и выдали замуж. Да, в Индии выдавали замуж с трех лет. И с трех лет они уже были полноценными людьми в браке. И дай бог, если дети доживали до 8 лет в этих браках. Все эти ужасы Эмми просто настолько шокировали, что она пишет книгу «Все как есть» или как-то так она называется. «Дела, как они есть на самом деле». Эта книга взорвала все миссионерское общество. Ее обвинили, что она просто не пылится придумывать, что она какая-то странная женщина. В общем, индусы, приходящие в церковь, не признавались в том, что такие вещи существуют. И Эмми должна была, она была унуждена вместе со своей вот этой звездной гроздью колесить по деревням и узнавать самостоятельно, опрашивать людей про вот этих вот детей, которых отдают в храм и вообще про детей, которых еще и женят в таком возрасте. Вот. И всю свою жизнь она с этим боролась и помогала детям и называла каждого ребенка, каждого ребенка. Она, каждого, каждый ребенок был ее собственным, те, которые прибегали к ней каким-то удивительным образом. Была, кстати, такая мимоза, которая услышала в очень маленьком возрасте о Боге. Она совершенно случайно приехала туда, в Тоннабур. И у нее не было ни Библии, она ничего не знала. Она только услышала о том, что есть Бог, который ее любит. И она все 24 года хранила вот эту единственную мысль и не подчинялась никаким вот этим вот ужасам индуизма. И только 24 года спустя она находит Эмми и приходит к ней. А она уже была матерью, и она бежала со своими детьми и прибежала к мимозе. И когда я думаю о том, что мы иногда, какие-то события в нашей жизни могут нас заставить отвернуться от Бога, я думаю о мимозе и понимаю, что как вообще так можно? Она только услышала о том, что Бог ее любит, и она 24 года хранила это в себе. Итак, алмаз или кристаллизованный углерод является одним из самых твердых природных материалов. Можно листать? Я просто прописала. Он выдерживает огонь. Но тем алмазам, которые отражают больше всего света, пришлось пройти через самое суровое с собой обращение. Конечно, юбилейр всегда с особой тщательностью следит за тем, чтобы не повредить камень в процессе огранки. Но надо удалить все изъяны, даже если они видны только под микроскопом. Да, это то детище, которое принадлежит Эми Кармайкл. А можешь раньше сделать кадры? Вот эти сидели, это исторические кадры, это то, что они построили вместе с группой верующих для детей. Это был приют для детей, школа, больница, там все вместе. И они спасали мальчиков, девочек и уже девушек от этих традиций. Итак, значит, с 901 по 31 год Эми энергично служилась и в свободное время успела написать 22 книги. В 31 году она поехала в Калакаду, и там они смотрели место, чтобы купить, чтобы сделать там дом. Она подумала о том, чтобы купить этот дом. И в то утро, беседуя с Богом наедине, она помолилась. Да будет мне по воле Твоей, Господи. Сделай все, что Ты хочешь, чтобы я еще лучше могла служить Тебе и помогать своим любимым и близким. И вечером, когда она ходила по этому дому, Господь начал отвечать на ее молитву. Она оступилась и упала с высоты второго этажа, кажется, или даже выше, и угодила в канаву, выкопанную не в том месте. Она сломала ногу и вывихнула лодыжку. Позднее из-за острого воспаления нерва у нее перестала действовать одна рука. Начался артрит позвоночника, и в течение последующих 20 лет она редко выбиралась из своей комнаты. И не суждено было больше ни дня провести без боли. Потом она еще раз упала, уже у себя в комнате, сломав руку и бедро. И последние два года жизни она была прикована к постели. Даже малейшее движение было почти невозможно без лекарства. Хотя и они не помогали сдерживать бестеранную боль. Да, это был ответ на молитву. Но Господь продолжал отделывать и огранять один из своих бриллиантов. «Мне кажется, Господь гораздо глубже и шире благословлял людей духовно через ее книги, написанные уже после несчастного случая, нежели за все предыдущие годы», писал один из первых биографов Эмми. Две книги, написанные больной рукой для больных людей, «Роза на терновнике и золото в луном свете», стали классикой этого направления. В них она говорит, что Бог, наш капитан, не убирает из раненых воинов на полке за ненадобностью, как в треснутой горшке. Таким воинам просто дается другое задание. Это тоже важный принцип. Кого-то Бог призвал к страданиям ради своего имени, а кого-то к битве на поле молитвы. Перед смертью Эмми просила не сооружать плиту на памятник на ее могиле, а поставить маленькую кормушку для птиц с надписью «Ама», то есть «Мама». И она никогда не испытала счастья за мужество и материнство, но Господь позволил ей родить благовестие сотни душ для него. В 51-м умирает Эмми, а в 52-м в этом месте, в Донаву, насчитывается более 900 членов детей. Все, извините, что за телеграф. Спасибо, Диннель. Надо, что хочу еще добавить по поводу Эми Кармайкл. То есть она заповедала себя быть одинокой миссионеркой на всю жизнь, посвятила себя Господу. Решение было непростое. Принимала она его один на один с Богом. Поделилась один раз она со своей, можно сказать, вот этой вот одной из спасенных девочек, через несколько лет после ее спасения. И то, что она записала, в такой же день много лет назад, я ушла одна в пещеру на горе, называемой Арима. Я боялась будущего. Вот почему я пошла туда, чтобы побыть одной с Богом. Дьявол все время нашептывал, теперь-то все в порядке, но что будет потом? Ты будешь очень одиноко. Он рисовал картины одиночества, они до сих пор у меня перед глазами. Я повернулась к Богу в отчаянии и сказала, Господи, что мне делать? Как мне пройти до конца? И он ответил, тот, кто доверяет мне, не будет одинок. С тех пор это, его слово всегда было со мной. Вот такое изповедание было сделано этой драгоценной женщиной. Да, Геннель сказала немножко, когда про детей, которых спасала Эми большую часть своей жизни посвятила этому. Это просто-напросто была храмовая проституция, который тайный грех индуизма, о котором все всячески скрывали. И Эми саму неоднократно обвиняли в том, что она похищает детей, потому что она просто ходила в поисках из деревни в деревню, из города в город, искала этих драгоценных детей. Также, то, что Геннель не сказала, можно сказать, что Эми организовала протестантский религиозный орден для одиноких женщин, сестры общинной жизни. Это сестры, которые были единомышленниками Эми и были поддержкой друг для друга в течение их жизни. Так. Ну, хорошо. Хорошо. Что я еще хотел сказать по поводу ее служения в Японии, когда она оказалась в возрасте 24 лет, она услышала макетонский призыв, и на следующий год она уже была в Японии, стремительно ушла в работу, но, как и множество миссионеров, до нее испытала разочарование. Смотрите, японский язык показался невозможным, миссионерская община вовсе не являлась образцом гармоничной жизни, как она себе ее представляла. И она писала матери, мы здесь точно такие же, как дома, ничуть не лучше. И сатана всегда при деле. Постоянно происходит крушение когда-то беспорочных миссионерских кораблей. Я записал себе, что от перемен географического места внутренность человека не меняется. То есть, все, с чем нам приходится жить в одном городе, оно переедет с нами в другой город. И то, чем отличался характер Эми, она никогда не приукрашивала реальные картины миссионерской работы. За это ее многие, ну, мягко говоря, не любили. И вот эта книга рассказывает все как есть. То есть, ее сначала отказались публиковать, публиковать эту книгу, потому что там вся правда была написана, как обстоят дела. 35 книг было написано, 35 книг и 55 лет служения в Индии. 55 лет служения в Индии. для меня даже трудно это представить, потому что я еще не прожил столько всей своей жизни, а она 55 лет только служения на миссии посвятила себе в одном месте. который час присвятил. Давайте мы закончим тогда на этом. Отец наш небесный, спасибо тебе за все, то, что мы услышали о этой драгоценной женщине, твоей дочери. спасибо тебе за ее труд, за ее пример жизни миссионера, за ее сердце по людям, сердце по потерянным. Спасибо Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови